Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Социальные движения «Лев против» и «Стоп хам» вызывают большие споры среди аудитории. Одни считают, что они выполняют благую функцию, другие – бесполезные, только провоцируют людей. Что это – успешное шоу или неработающие методы борьбы с социальными проблемами? Что вызывает агрессию у людей и какие альтернативы могут сработать лучше тех методов, которые используют организаторы данных мероприятий? Об этом сегодня в выпуске. «Лев против» – общественное движение, которое выступает против курения и распития спиртных напитков в общественных местах. Действия против курения и распития выражаются в так называемых рейдах по общественным местам, во время которых активисты сначала призывают потушить сигареты, отойти в специально отведенное место, а в случае с алкоголем выражают просьбу не делать этого в общественных местах. Некоторые люди негативно реагируют с «Топ хам» – общественное движение, выступающее против хамства и нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения. В случае, если водитель нарушает правила дорожного движения, участники просят действовать по правилам, или иначе будет наклеена соответствующая наклейка на лобовое стекло, и движение будет ограничено физически. На данные просьбы также некоторые лица реагируют агрессивно, проявляя физическую или психологическую агрессию. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам стоит рассмотреть несколько вещей. Почему возникает агрессия, что этому способствует, и какой подход может снизить вероятность проявления агрессии по отношению к организаторам и улучшению той ситуации, с которой происходит борьба. Давайте рассмотрим более детально и разберем, почему и на что именно возникает агрессия. В СтопХаме люди часто апеллируют аргументом, что нет альтернативы, куда ставить машину. Из-за этого у них возникло ощущение несправедливости и злости. Я бы на вашем месте, вместо того, чтобы заниматься вот этой вот ерундой, организовал бы достаточное место. Невозможно физически. Место просто поделать, да я бы сказал. Найдите себе парковочное место. Машина ваша, найдите себе место, где хотите. Участники СтопХаму в данном случае выступают раздражителем этой несправедливости. Несправедливость возникает в случае невозможности совместить комфортное состояние и действия по правилам. Поэтому многие предпочитают нарушать правила, но сохранять это чувство комфорта. То есть вместо того, чтобы ехать, искать место для парковки, тратить время, тем самым испытывать дискомфорт, они станут в удобное для себя место и выберут путь, который позволит избежать это чувство дискомфорта. Мы объясняем, мы ищем парковку, мы сейчас увидим. Однако есть вещи, которые способны усугублять агрессивное поведение и делать его разрушительным. К ним относятся особенности культуры и воспитания, особенности ситуации и некоторые личностные черты. В некоторых культурах агрессия поощряется, а в других порицается. Агрессия чаще всего возникает в ситуации явного неудовольствия и наличия препятствий к достижению важной для человека цели. Он злится на обстоятельства, которые мешают ему достичь этой цели. Очень часто вспышки агрессии и гнева у нас вызывают вещи, которые мы не можем принять. Например, когда кто-то с нашей точки зрения живет неправильно или делает что-то, что не вписывается в нашу картину мира. В СтопХаме участники движений часто выдвигали встречные претензии «Вам нечем заняться? Лучше бы работали?» Что подтверждает аргумент, что с их субъективной точки зрения человек занимается не той деятельностью, и это усиливает эффект агрессии. Вон там парковка есть. А вы? А вам? Я за Россию служил, воевал. А вы в армии служили? Иди работай! Иди работай! Лев против на вас отравлю! Все те же причины аналогичны и для проекта «Лев против». Провокация является наиболее распространенным фактором возникновения вспышек агрессии. Как это проявляется? С биологической и эволюционной точки зрения агрессия – это инстинкт. Она способствует выживанию, выполняя три основные функции – борьба за территорию и пищевые ресурсы, улучшение генофонда и защита. Так повелось, что мы всегда враждебно воспринимаем, когда кто-то чужой человек заходит на нашу территорию и пользуется нашими вещами, и подсознательно. Это включает реакцию борьбы за территорию и свои ресурсы. В «Леве против» данный эффект усиливается за счет выпитого алкоголя со стороны людей. Вы только стоп-уничтожили! А я стоп-уничтожил денег! Вы на это не имеете в виду грабежа! В стоп-хаме это происходит в ситуациях, когда участники коллектива прикасаются к чужому имуществу, приклеивая наклейку на лобное стекло или прокатываются на капоте машины, тем самым вызывая агрессивную реакцию, прикасаясь к чужому имуществу. Вторжение на личную территорию также воспринимается психологически, когда люди негативно реагируют на камеру. Но это не столь существенно для оценки эффективности методов работы, поэтому этот фактор второстепенен. А может быть неприятно, что вы нас не знаете? Ну, мне тоже. А вы, б***ь, как дизайн-дизайн-дизайн, да? В «Лев против» это происходит за счет внедрения в чужой коллектив, когда существует группа людей, которые объединены одними интересами и близкими отношениями. Но в эту группу людей внедряется чужак. Далее, если в данном коллективе есть вожак или человек, взявший на себя роль лидера, происходит борьба за территорию. Дополнением к тому являются моменты, когда чужак, заходя на вашу территорию, пытается взять, по мнению человека, его личную вещь – это алкоголь или сигареты. «Немного раз вас просят убрать». В случае, если в такую территорию внедрится человек из правоохранительных органов либо представитель какой-либо власти и будет проводить такие же действия, это с наименьшей вероятностью вызовет агрессивную реакцию. Ведь наличие власти разбивает рамки равноправия между участниками коллектива. «Статья 20. Распитие спиртных напитков в общественном месте». «В смысле?» Безусловно, не все агрессивно реагируют на просьбы. Людей много. У каждого свой уровень культурного развития, воспитания, подсознательные ожидания физической опасности со стороны участников либо психологической со стороны камеры. Но это рулетка. 50 на 50. Особенно учитывая то, что изменения и у первой группы, которая лояльно относится к просьбам, не означает, что они не нарушат повторный или не отойдут в более безопасное движение места для продолжения нарушения. Либо вяжутся в споры, и между общественной организацией и людьми на улице произойдет физический либо психологический конфликт, что также не является положительным моментом в общественном месте. Поэтому эффективность их методов работы в большинстве случаев противоречива и вызывает вопрос об эффективности. Исходя из этих наблюдений, уже можно предположить, как избежать агрессии и тем самым повысить эффективность борьбы с нарушениями. Если вы хотите повлиять на какого-то человека, то наиболее эффективной является система поощрения и наказания. Ее суть состоит в том, что хорошее поведение человека поощряется вами, а плохое наказывается. Происходит некоторое подобие дрессировки, ведь любому человеку хочется комфорта и удовольствия, а их противоположности он избегает. Поэтому в данных ситуациях более эффективным будет организация условий для изменения ситуации. Но данный способ требует большого количества ресурсов и, в первую очередь, финансовых. Чтобы понять логику такого метода, давайте рассмотрим пример. Человеку необходимо перейти из точки А в точку Б. Перед ним два пути. По одному пути ему предстоит очень долгая работа в несколько часов, а другой — несколько минут, но с наличием опасности, где есть шанс получить психологический либо физический учерб. И к тому же нужно будет возвращаться в точку А и идти другой дорогой. Что человек выберет? Логично, что наиболее ресурсно затратный, но комфортный путь. Это особенно актуально к вопросу о движениях на машине под тротуаром в неположенном месте. И лишь заставляя свой автомобиль там, где это запрещено, вы точно будете знать, что его украдут либо конфискуют. И вы бы стали там его оставлять? Очень сомневаюсь. Участники движения, которые не приносят реальной опасности для имущества или психологического здоровья человека, не выступают стимулами дрессировки и реального наказания, а являются только раздражителями. Особенно учитывая тип их риторики, она иногда агрессивна, и организаторы порой ведутся на провокации и общаются с людьми на равных, что подсознательно у тех вызывает желание продолжать спор и победить их в коммуникативной борьбе. Ты когда читал книгу «Майн камф»? Нет. Нет? Сам к чему стремишься? К саморазвитию, к счастью. К саморазвитию, к счастью. Так по данной идеологии ты не должен употреблять. Я расслабился. Я могу. У меня мать пьет. Эх ты, маленький человек. Сотрудники полиции, которые также могут подключаться на риторику людей на улице и начинают спорить с ними, тоже снижают эффективность своей работы. И вы первая такая. А у вас не будет стоять? Нет, не будет. Поверьте. Вообще с инвалидом. Поверьте, не будет. Ну а те сотрудники, которые пользуются четкой официальной речью, не подсаживаются на обсуждение и споры, а руководствуются конкретными действиями и переходят от разговоров к делу, повышают тем самым результат наказания и последующего задержания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что эффективность методов работы этих проектов крайне сомнительна. Это подтверждает как минимум тот факт, что из выпуска в выпуск все ситуации повторяются и имеют краткосрочный эффект. Но польза все же есть. Данные проекты точно выполняют поучительный момент для зрителей. Ведь подсознательно те, кто смотрит такие видео, не хотят себя отождествлять с людьми, которые ведут себя неадекватно и аморально. И поэтому их модель поведения не вызывает стремление им подражать. А как раз таки наоборот. В случае, если они попадут в такие ситуации, будут реагировать противоположно тому, что происходит на экране. Но изменение этих нарушений внутри, то есть лично между организаторами движения людей на улице, маловероятно. Реальным объектом, который может повлиять на модель поведения человека со сниженным уровнем агрессии, может выступать человек, наделенный властью и определенным запасом полномочий, который имеет законы и основания для наказания. Видя перед собой пост ДПС, уверен, многие из вас сразу снижают скорость, чтобы не получить наказание. Подъехал в машину, забронили полицию, все, чисто, ни колония, все убежали сразу. Создавая наказание, нужно соблюдать несколько факторов. Наказание должно быть ощутимо строгим и неприятным. Агрессор должен осознавать, что некоторые его действия влекут за собой наказание. Вероятность наказания должна быть достаточно большой. То есть очевидно, что поведение со стороны тех же правоохранительных органов, в глазах которых виден вопрос, «Зачем мне это, все это, я не хочу этого делать», никто и не увидит в этом реальную опасность в наказании. Так она пишет заявление, вы ее сразу привлекаете по 36-й статье. Она распишется в заявлении, будете его задерживать, будете сопутствовать незаконной ситуации. Но изначально я говорил о системе поощрения и наказания. Не хватит баланс между поощрением и наказанием. Если вы будете с чем-то перегибать, то результат может оказаться не таким эффективным. И именно в формате поощрения общественные организации будут особо актуальными. Ведь функцию наказания отнесем для лиц, наделенных властью. Понял? Здравствуйте. Мы сейчас не можем. А ты что, мне побраешь или что? Я тебе объясню сейчас прямо в камеру. В качестве поощрения могут быть различные бонусы, которые будут предоставлены людям, если они изменят свою модель поведения на положительную. От банальных наборов шоколадок до предоставления бесплатных мест для проведения своего досуга либо изменения места парковки и движения. А также психологический вариант поощрения, как предостережение от возможного сильного наказания. Варианты бонусов могут быть разными, зависит от креатива. Главное, чтобы это было уместно. То есть понятно, что лицам, находящимся под сильным опьянением, и дать им шоколадки, чтобы они не буянили, будет абсурдно. А финансовая возможность этих общественных организаций только лишь подтверждает то, что они обладают ресурсами для создания данной бонусной системы. А там, блин, одна сигарета осталась. Ну давайте, давайте. С точки зрения привлечения сотрудников таким мероприятием наиболее актуальное решение. И все же вариант с бонусами больше актуален для блога СтопХам, а в отдельных случаях и для Льва Против. В тех ситуациях, когда люди на улице могут воспринимать ситуацию трезво, они под сильным действием алкоголя или других веществ. Многие могут подумать, «Ой, да зачем мы будем тратить деньги на то, чтобы поощрять нарушителей? Лучше на другое деньги пустим. Они нарушают законы, и пусть уходят отсюда и не делают этих противоправных вещей». Увы, но такое мышление ничем не отличается от мышления тех, кто недоволен, что кто-то им указывает и просит изменить свою модель поведения. Именно через комбинацию наказания и поощрения данный метод борьбы и профилактики будет наиболее эффективен. Если идти только с позиции наказания и провокации, это будет замкнутый круг без шанса на изменения. Человек уйдет с объекта телекамеры или от вас, но через час снова нарушит закон. Если стоит вопрос борьбы с этим явлением, то нужно подходить к этому вопросу не сухо и безразлично, как робот, выполняя одни и те же алгоритмы, а с креативом, экспериментируя и пробуя разные способы воздействия. Но если же вопрос о создании бесконечного контента под призмой борьбы за нравственность, то рассуждения на тему эффективности здесь не актуальны. Отдельный момент, безусловно, является альтернативой движения – лицу, наделенной властью. Они не проводят такие рейды регулярно и не контролируют общественные места от подобных нарушений, в отличие от движения самих участников общественных организаций. В данном случае, если бы их деятельность можно было бы как-нибудь узаконить и создать отдельное подразделение и наделить определенными полномочиями с регулярностью подобных рейдов, то и результативность была бы повышена. Но на данный момент это обычные гражданские лица, которые не вызывают ощущения опасности и наказания. Соответственно, и каждый не будет воспринимать их слова серьезно и последует агрессивная реакция. Скорее всего, кто-нибудь из участников и организаторов посмотрит это видео и, надеюсь, задумаются над форматом своих блогов и над изменением своих движений в лучшую сторону. Поэтому я призываю вас, зрителей, помочь им в этом деле и накидать в комментарии варианты бонусов для системы поощрения. Проявите свою креативность. Что можно предложить в качестве поощрения, помимо наказания для людей, которые не соблюдают законы и моральные правила поведения? Или, может быть, какой-нибудь новый метод борьбы? А на сегодня у меня все. С вами был Сергей Бубович, канал Ментал ТВ. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. До новых встреч.